Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вовремя» в студии Татьяна Крачун и главное на сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне в правительстве говорили о едином госэкзамене. Премьер Татьяна Туранская провела рабочую встречу с заместителем министра просвещения Светланой Турчак. Обсудили вопросы подготовки и проведения государственной аттестации школьников, а также ее предварительные итоги. На сегодняшний день из 12 экзаменов, которые, так скажем, может выбрать выпускник, два из них обязательные, это родной язык и математика, на сегодняшний день проведены 9 экзаменов. То есть еще осталось 3 экзамена, но это экзамены по выбору учащихся. По словам Светланы Турчак, результаты экзамена по родному языку остались на уровне прошлого года, а вот итоги испытаний по математике незначительно ниже. Но это предварительные данные. Сейчас конфликтная комиссия рассматривает апелляции. Всего их подано 346 и на сегодняшний день 140 уже удовлетворены. Также Татьяна Туранская провела рабочее совещание с министром здравоохранения Татьяной Скрипник. Обсуждались вопросы эксплуатации медицинского оборудования. Особое внимание уделили неисправному компьютерному томографу, который находится в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны. К нашему счастью и успеху на сегодняшний день есть фирма-поставщик данной услуги, которая взяла на себя обязательства по ремонту компьютерного томографа. На сегодняшний день заключен договор между министерством здравоохранения и фирмой, которая осуществляет данную услугу. И правительством, и министерством здравоохранения проводится достаточно широкая работа, связанная с изысканием возможности финансирования данного договора. В любом случае вопрос на четком контроле у руководства, вопрос на четком контроле у министерства здравоохранения. И я думаю, что ситуация в ближайшее время должна будет разрешиться. На ремонт томографа необходимо 13 тысяч евро, но финансирование – это только одна из проблем. Дело в том, что детали, необходимые для ремонта томографа, уже не выпускаются. Поэтому поиски фирмы, которая сможет произвести ремонт оборудования, затянулись. Сейчас же жители республики могут пользоваться услугами нового компьютерного томографа, который находится в Республиканской клинической больнице. К другим новостям. Столичные энергетики продолжают плановую замену линии электропередач. В этом году уже протянуто больше трех с половиной километров нового кабеля. Оценить темпы работы мастеров и узнать у горожан, как они обходятся без света, на участок Лиманский выехала наша съемочная группа. Работы здесь начались еще в понедельник. Энергетикам была поставлена задача закончить замену линии до конца недели. Сами монтеры говорят, никаких трудностей с подачей электричества людям в срок не должно возникнуть. Уже сегодня, максимум завтра будет подано напряжение людям. Мы полностью демонтируем линию старую, выполненную голыми проводами, и монтируется новая линия, выполненная изолированным проводом СИП. По словам энергетиков, сложности здесь возникают из-за большого количества коммуникаций и стесненных условий. Поэтому обойтись без отключения электроэнергии невозможно. Зато новые линии прослужат гораздо дольше. Голые провода уже морально устарели, к тому же их эксплуатация часто приводит к авариям на линии. Большие плюсы имеют по сравнению с голыми. У нас голые провода и малая пропускная способность у них по передаваемой мощности. Мы увеличиваем сечение практически в три раза. Также практически отсутствие аварийности в свете штормовых предупреждений, ветров. Они изолированы, слез проводов им не грозит, перекрытие мокрыми ветками также им не грозит. Горожане говорят, хоть и испытывают неудобства из-за отсутствия электроэнергии, но терпеть все же согласны. Многие даже не могут припомнить, когда на их улице проводились такие работы. К тому же об этом их предупредили заранее. Уже давно назрела необходимость замены линии электропередач. У нас лично по моему дому были порывы, обрывало провода, сидел без электроэнергии. Очень хорошо и вовремя, не откладывая на завтрашний день. Вот делается сегодня, не ждать, когда непогода будет. Им только можно выразить сегодня благодарность. А то, что задержали нас на какое-то время, а как иначе? Работы ведутся параллельно сразу на нескольких участках. В электросетях, говорят, в этом году уже было протянуто более 3,5 километров проводов в Террасполе и Парканах. До наступления холодов бригады будут работать в плановом режиме. Александра Комплеева, Александра Богатый и Денис Гуляев, Первый Приднестровский. В 3 воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают представители самой гуманной специальности. День медицинского работника стал традиционным в Приднестровье. В Республиканской клинической больнице уже сегодня провели торжественное собрание. О людях в белых халатах. Сюзанна Авакян. Юрий Поподняк строю медиков уже 5 десятилетий. И за все это время он ни разу не пожалел о выбранном пути. Хотя когда-то давно этот выбор даже для него самого стал неожиданным. О своей профессии врач скромно говорит, знает ее совсем немного. И до сих пор продолжает учиться. Я привык, люблю, знаю ее немножко. Вот что ж, перебирать профессии. Я в свое время учился, много учился. Когда-то мне, мои учителя говорили, когда по институту, что говорят, мы вас научили читать. А дальше все будет зависеть, насколько вы будете читать. В медицине невозможно достичь совершенства. В этом уверен и начинающий врач Олег Стамов. Говорит, в профессию его привела интуиция. Но теперь в своей врачебной практике приходится больше надеяться на свои знания и умения. На интернатуре, как самостоятельный доктор, я очень редко описывал и делал заключение. Все было с коррекцией моего учителя. А сейчас, поначалу особенно, было тяжело, когда ты ставил заключение и помнил каждый, вплоть до тех, которые ты сделал месяц назад, правильно ты сделал их или нет. Сегодня Республиканская клиническая больница – самая крупная в Приднестровье. Здесь работает около полутора тысяч человек. Главврач рассказывает, в последнее время материально-техническая база все чаще пополняется новым оборудованием. А в самом медучреждении открывают новые виды диагностики. Поэтому молодых специалистов здесь всегда рады видеть. Получаем новое оборудование. Мы параллельно обучаем наших врачей. Мы стремимся к современным знаниям. Мы пишем научные работы, мы пишем диссертации. Поэтому обновляемся вместе со временем и стараемся быть достойными. Говорят, в медицине не бывает случайных людей. А если они туда и приходят, то надолго не задерживаются. Все просто, объясняют врачи. Чтобы работать в сфере здравоохранения, нужно понимать, что это твое призвание. Ведь не так редко приходится спасать человеческие жизни без права на ошибку. Больше двух недель движение по улице Юности полностью перекрыто. Это доставляет немало неудобств горожанам. Городские власти скорректировали маршруты движения общественного транспорта. Но пассажиропоток на некоторых из них изменился. В связи с этим маршрутки вновь поменяют свой путь. Номер 3, номер 12, номер 12А и номер 22 будут двигаться по улице Краснодонской на улицу Мира. Далее с правым поворотом уходить в сторону речи городка и далее по маршруту. Значит, маршруты номер 9, 9А и 21 будут двигаться от торгового дома 30-й с правым поворотом на улицу Краснодонскую, далее на улицу Комсомольскую и по улице Одесской в сторону улицы Юности, далее по маршруту. Значит, маршруты движения номер 10, номер 4, номер 4А, номер 7, номер 7А будут двигаться от ХБК по улице Краснодонской в сторону улицы Каховской, далее с правым поворотом будут уходить на улицу Курчатова и по улице 20-го подсъезда выходить на улицу Одесской, далее будут двигаться по установленному маршруту. Маршруты движения номер 15 и номер 2 будут двигаться по улице Краснодонской в сторону улицы Одесской, далее по Одесской будут уходить в сторону улицы Юности и по установленному маршруту. Сейчас на улице Юности продолжают ремонтные работы. Для движения транспорта ее откроют к 1 июля. Столичные власти говорят, если погодные условия позволят, возможно, ремонт дороги завершат раньше назначенного срока. Обычная ссора закончилась убийством. Трагедия произошла в селе Красная Горка Григориопольского района. Подозреваемый уже задержан и дает признательные показания. Что побудило его пойти на такие крайние меры в сюжете, подготовленном по материалам пресс-центра МВД. Тело 53-летнего жителя села Красная Горка обнаружила его сестра. Женщина возвращалась домой с огорода и решила навестить брата. Зайдя во двор, увидела страшную картину. Я пришла с прошелку сюда, в пол первого. И заглянула во двор, а свет горел на улице. Свет горел. А я трогала ворота и говорю, а там была проволока. Я говорю, Миша, Миша, кричу. И отвечает. Я взяла проволоку и пошла. Пошла до порога. И когда вижу, он лежит. Согласно заключению медиков, мужчина умер от полученной черепно-мозговой травмы. В ходе опроса местных жителей сотрудникам милиции удалось определить круг подозреваемых. Для раскрытия особо тяжкого преступления сотрудниками УУР Григорьевского УРУВД был проведен комплекс оперативно-развитых мероприятий, в ходе которых было установлено лицо, совершившее данное преступление. Им оказался ранее судимый, 24-летний житель села отошли. Подозреваемый задержан. Под дворем ВВС Григорьевского УРУВД дает признательные показания. По словам подозреваемого, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к жертве, но тот, угрожая ножом, выгнал его. Ночью молодой человек еще раз навестил мужчину, и как только хозяин дома открыл дверь, задержанный сразу начал его избивать. Осознав, что хозяин дома умер, молодой человек скрылся, но уже через два дня был найден сотрудниками милиции. Согласно статье Уголовного кодекса за убийство подозреваемому грозит от 6 до 20 лет лишения свободы. Ярослав Богат по материалам пресс-центра МВД. Сегодня День России. Отмечают его не только в этой великой державе, но и в Приднестровье. Сегодня в Террасполе провели бесплатный показ мультфильмов для детей. На сеансы пришли ребята из неблагополучных или многодетных семей, а также воспитанники детских садов. Я великий чародей Черномор! Сказочным волшебникам современных детей уже не испугаешь, смеются во весь голос. Хороший день для детворы организовал Союз русских общин Приднестровья при поддержке Россотрудничества. Акция проводится уже третий раз, но впервые не только в Террасполе, но еще в Рыбнице и Бендерах. По словам организаторов, в будущем география показов расширится. Восемь, по-моему, ваших основных городов. Я думаю, мы со временем их охватим, для того, чтобы это была, ну, такая, знаете, уже, скажем так, республиканская акция. На сегодняшний день в Приднестровье проживают около 200 тысяч российских граждан. Для многих из них День России не просто дата – связь с великой страной. Как для этих детей, например. Они не знают историю праздника, но свою сопричастность чувствуют, потому и поздравляют россиян от всего сердца. Здоровья, счастья, любви, благополучия, удачи, хорошей жизни, и чтобы никогда не было войны. Чтобы все было хорошо, не болели, все было очень прекрасно. Над тем, чтобы все было хорошо, в республике трудятся сотни людей. Строители, врачи, политики. Трудятся вместе. Вместе с Россией. Сотрудничество с Россией можно увидеть, посмотреть, пощупать. Вот троллейбус проехал, написано, вместе с Россией. Вот оно, сотрудничество с Россией. Идет стройка по Приднестровью, дети поступают учиться, дети ездят на лечение, дети ездят на отдых. То есть очень многогранное сотрудничество с Россией. И я думаю, что это замечательно, что люди видят, что Россия с нами. Татьяна Коркина, Ирина Полесико и Егор Бекерский. Первый Приднестровский телеканал. Русские народные танцы и песни о просторах русской земли. Так студенчество Приднестровского госуниверситета отмечает День России. Наталья Цейко знает подробности. Русский дух здесь и в танце, и в слове. Такое празднование Дня России для университета уже становится традицией. Студенты считают быть в стороне от русской культуры и русского образа жизни. В Приднестровье попросту невозможно. Я считаю, что Россия это наша историческая родина. И не праздновать этот праздник у нас в Приднестровье будет как бы неправильно. И вот сегодня выступаю, я чувствую, что я часть России, я душой из России. Я считаю, что наш университет это частичка великой державы, великой России. Мы считаем, что такие праздники, как День России, должны проходить в каждом городе России. Ну а раз мы считаем Приднестровье частичкой России, то почему бы нам каждый год не отмечать этот великий праздник всех с Днем России? Концерт ко Дню России объединил всех, не только студентов и преподавателей, но и гостей праздника. После воссоединения Крыма с Россией, Россия стала почти в два раза ближе к Приднестровью. А в отношении духовном, в отношении психологическом, культурном мы не просто близки, мы едины. Жизнь Приднестровского госуниверситета уже давно течет в направлении российских стандартов, как образовательных, так и воспитательных. Этот праздник, говорят здесь, не заканчивается 12 июня. В Пушкинские дни и в дни славянской письменности и культуры в университете будто очередной день России. То, что наши студенты в российских вузах получают параллельно нашему второе высшее образование, это тоже важный момент. То есть это не разовое мероприятие или акция, это образ мыслей, стиль жизни, это ежедневная практика. Образование студенческой молодежи госуниверситета также поддерживается со стороны России. Ежегодно 8 студентов ПГУ становятся обладателями стипендии мэра Москвы. С учетом того, что эти средства ребята тратят исключительно на самообразование, средства способствуют обучению студентов. Это действительно вклад России в повышение образовательного потенциала наших граждан. Наталья Цыку, Иван Глухенький, Первый Приднестровский. Художница, которая не пишет темными красками. Олеся Иванова представила персональную выставку. Открытие состоялось в Приднестровском Миде. Среди гостей были деятели искусств, а также и наша съемочная группа. Он и она среди спящих домов, объятых луной. Светлый сон, такой похожий на реальность. Свою выставку Олеся Иванова называет новым этапом в жизни. Он полон тепла и света. Несколько десятков картин выполнены в технике акварельной и масляной живописи. Все исключительно в светлых тонах. И аромат сирени, и стены храма, и даже маленький сельский домик. Домик расположен в селе Валя-Одынка. История работы интересна тем, что когда я начала писать, естественно, что детишки шли со школы или гуляли. Им же интересно работа художника, понаблюдать, как он смешивает краски, что пишет. И они так обскупили меня сзади, стараясь не мешать. И говорят, бач, Настину хату пишет. Позже картину так и назовут – Настина хата. Для художницы она станет одним из немногих ярких напоминаний о пленэрах и симпозиумах. Мне вот эта картина, допустим, очень понравилась. Весенняя, светлая, такая радостная. И действительно забываешь о работе. Акварели у нее очень сочные, прекрасные. И вот пейзажи такие прямо яркие, звонкие, жизнерадостные. И не замученные, как мы говорим художники. Хлестко написанные. Молодец. По словам Олеси, свое вдохновение она черпает отовсюду. Из музыки, природы и даже снов. Я спросила у Олеси, как это ей такое родилось. Сказала, приснилась. Причем приснилась. И после этого сна она оказалась беременна. Сама художница говорит, что ее положение на творчество никак не влияет. Но признается, что после рождения малыша работать будет с новой силой. Мария Пантази, Ирина Полесик и Тимофей Чукан. Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости на сегодня. Об этих событиях и не только вы можете узнать на сайте нашего телеканала. И теперь о погоде. Субтитры делал DimaTorzok Ночью 11, днем плюс 15. В Сухуми малооблачно, ночью плюс 21, днем 23 градуса тепла. В нашей республике по сообщению Гидрометцентра ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Возможно гроза. Ветер северо-западный 9-12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха по северу республики ночью от 14 до 16 градусов тепла. Днем плюс 24, плюс 26. В столице ночью 15-17 градусов. Днем столбик термометра достигнет отметки 25-27 градусов тепла. В последующие сутки без осадков. Температура воздуха существенно не изменится. Спонсор метеовыпуска – сеть магазинов бытовой техники «Хайтек». На этом у нас все. Хорошего вечера. Увидимся завтра, как всегда, вовремя. Субтитры создавал DimaTorzok